Всем здорово, народ! Вы попали на этот канал, на котором вы сейчас находитесь. Если вам понравится этот видеоролик, почему бы не подписаться на этот канал, на котором вы сейчас находитесь. Чуваки, всем здорово! С вами, как всегда, Дядя Некит. И сегодня, народ, я расскажу вам историю из жизни. В этой истории из жизни я расскажу вам, как я стал студентом. Как бы это странно, смешно и глупо не звучало. Да, чуваки, я студент, я первокурсник. Учусь я на базе девятых классов в колледже. Не скажу какой, потому что вы спалите мой адрес. Среди вас есть люди, которые писали мне, типа, я тебя найду, я тебя вычислю, тебе будет в жопу, если я тебя найду, там, напиздил, там, где-нибудь. Народ, у вас категорически не получится. Москва, она очень большая, и я думаю, что вам, люди, которые это пишут, лет по 10, по 12, которые даже не знают, как выглядит Москва. Сегодня я расскажу вам свою историю из жизни, как я стал студентом. Этот ролик я не буду толком монтировать, я поставлю какую-нибудь музыку на фоне и прям буду свои прямые эмоции говорить. Иногда, конечно, буду вырезать моменты, когда я там буду где-то запинаться, где-то это, ну, монтаж для этого и создан. Так что от меня особого монтажа здесь не ждите. Те, кто любит послушать истории, истории я не буду здесь вставлять картинки, я буду именно говорить. А люди, которые хорошо все со зрительной памятью, люди будут себя картинку в голове прокручивать, и это за счет еще интереснее будет. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Сразу говорю, идею я взял Пашки Ширяева, очень крутой видеоблогер, он меня прям мотивировал этими историями из жизни. Как вы знаете или не знаете, еще раз для всех объясню. В восьмом классе нам добавили переводные экзамены, где я был на грани практически вылета. Я мог остаться на второй год в восьмом классе. Меня уже даже говорили, типа, все, кирдык, там, родители вызывали в школу, разбирались. Ну, я очень рада, что мне дали шанс. В итоге я вообще первые экзамены в мае, я в мае не сдал, по математике именно. Июль, июнь, август, у меня было три попытки, я не сдал, с четвертой я тоже не сдаю. Я, ну, не сказать, что в слезах, но уже там на подходе было, я иду домой, и я такой, ну все, кирдык, видимо. Вроде как учителя забыли, но и каждый на протяжении сентября и октября мне напоминали про эти экзамены, то, что ты должен сдать, ты должен переписать, ты должен сделать, ты должен выполнить. И я ходила на дополнительные, которые длились до пяти, восьми, шести вечера. Ну, прям очень поздно было. И в итоге, слава богу, нашлись добрые учителя, которые просто взяли, ты ко мне походишь, был добрый учитель Андрей Викторович, он меня ведет математику, то бишь алгебру и геометрию. Он сказал, походи мне пару раз на дополнительные, я тебя закрою. Просто походи на дополнительные, не надо какие-то работы было делать. Огромное благодарение ему, он, кстати, тоже болеет за Спартак, так что вот так. Он закрыл мне задолженность. Даже, ну, я не ходила на дополнительные, вы знаете меня, типа, и я, ну, он мне закрыл задолженность. Спасибо ему огромное, я продолжил обучение. Обучение я в девятом классе вел как-то вот, ну, половину на середину. Я то долбоебил две недели, то нормально учился, то опять долбоебил. Ну, большую часть я долбоебил, поэтому вот так. Где-то пропускал, где-то нарисовался заявление, там, что мама, там, разрешила уйти с последнего урока. Ну, я категорически не хотела учиться. Да и сейчас особо у меня не горю желанием учиться. Просто знаю то, что люди с образованием, у них больше шансов поступить на хорошую работу. Потому что с Ютьюба я деньги ни разу в своей жизни еще не зарабатывала, как бы это смешно не звучало. И с Ютьюба я, наверное, ничего не заработаю. А ролик я снимаю, потому что мне нравится, это мое хобби и так далее. Подготовительных, я бы так сказала, экзаменов. Пробников. Как-то ни странно, я все пробники пишу на хорошей оценке. Инфу я написал на 4, набрал 12 баллов, которые нужно. Русский на 4 написал. И, по-моему, еще общество знаний я написал на 3. И математику я прогулял, потому что пробники у нас были по субботам. И как-то мне фарти было ходить по субботу в школу, ну, сами знаете. Я целыми днями, тупо, последние месяца, 2 мая, июня, я тупо учил. Тупо, вот, толком где-то не выходил. Конечно, я гулял, не сказать, что я прям тупо за учебниками сидела. Я выходил, гулял, я приходил, опять учился. Это начало давать свои плоды, где-то я на дополнительные ходил. В геометрии нужно было набрать всего 2 балла в алгебре 6, чтобы получить минимальную тройку. Как это ни странно, я сдал все экзамены за счет этого. Я получил аттестат, у меня были фотки, я был очень доволен. Для меня это, не знаю, как для вас. Я тот человек, который проебал 7 и половину 8 класса, я тупо не учился. Я тупо сидел за последними партами, обсуждал футбол, рисовал, сидел в телефоне, вообще ничего не слушал. Ну, и с класса 5 я не учился, где-то прогуливал, ну, сами знаете. Ну, и в общем, я была очень рада, для меня это было практически как достижение. Я очень молила Бога и говорила им огромное спасибо, что я все-таки сделал эту цель, я сдал этот долбанный 4 обязательных экзамена. И у меня стояла новая цель. Теперь нужно поступить в колледж, а желательно на бюджет. Бюджетники, они мало того, питаются бесплатно, учатся бесплатно, им всякие льготы, хуеты, стипендии. А стипендии это как зарплата в конце месяца. Но, как это повезло, первый семестр все получают стипендии, абсолютно платники, не платники. А потом уже как пойдет, надо отучиться на все четверки в первой триместре, а первый триместр это в декабре, короче, заканчивается. Если ты учишься на одни четверки и пятерки без троек, то стипендия остается, если на одни пятерки, стипендия в два раза удваивается. Пока что на данный момент я учусь на две, у меня две четверки за одну неделю обучения Я нашел колледж, к сожалению, мне отказали, что я не смогу учиться на бюджете У меня очень маленькие баллы в эти статьи, у меня 3,35 по-моему Это очень мало, но для меня и так было в принципе нормально Говорить сколько моя мама платит за обучение я тоже не буду Это в принципе некрасиво вам это рассказывать Подрастете, сами будете понимать стипендии, как это все делается Ну и моя такая коротенькая история жизни будет подходить немножко к концу Я сейчас являюсь, как-то смешно еще раз повторюсь, не изучала, студентом, первокурсником Учусь я в колледже, как это правильно говорить, техникум, ПТУ, как это люди многие говорят Если я отучусь до конца, а учиться я буду 2,10, 2 года 10 месяцев, ну закрою диплом и так далее То это будет круто и я возможно могу полагать, что у меня будет более-менее хорошая работа Ну не прям там миллионы буду получать, но и не маленькую тоже сумму У меня будет средне-специальная, у меня будет диплом, аттестат, останется только служить в армии и достаточно Конечно, это будет мне большим-большим-большим уроком То, что не надо долбоебить на уроках И вам я тоже это говорю, учитесь на плохих примерах Как один человек великий и мудрый сказал То, что учиться надо на чужих ошибках Дурак учится на своих ошибках, а умный учится на чужих ошибках Были бы умные, я надеюсь, вы все у меня умненькие, хорошенькие ребята Будь учиться на моих ошибках На уроках, ребят, надо учиться Легкая программа, тяжелая программа, замена, физкультура Учиться и выдаваться надо на полную катушку Приходить домой, отдыхать само собой И не забывать про домашние задания Ребят, это вам очень сильно пригодится Я вам это реально говорю Даже те люди, которые учатся в 4-5 классах У вас каждый год новые предметы, если вы замечали А эти заканчиваются И эти, которые заканчиваются, их больше не будет Они идут в аттестат У меня проблема, я по технологии, которую у меня закончил в 3-м классе У меня была тройка вообще стратистическая И в аттестат у меня пошла тройка Так что я надеюсь, вы все поймете На этом моя скромная история из жизни заканчивается Я буду дальше вас оповещать Когда я перейду во 2-й, в 3-й курс Когда закончу колледж, если у меня такой будет Когда отучусь в армию и так далее и тому подобное Если я в тому моменту буду вести свой канал Все мы люди, все мы прогрессируем И... Ребят, у нас уже готова херня Типа эфкосила Я распечатал Короче, вот У нас спонсор Адидас и эфкосила Которые всегда будут у нас в сердце Как и Спартак В скором времени у нас будут первые официальные матчи Так что скоро на каналах буду публикать Надеюсь, что в 101-й как раз-таки нормальный матч Мы сыграем в СФК, ура В общем, народ, на этом все Еще раз огромное вам спасибо Моя история из жизни подошла к концу Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok